Впервые в России собаки вживили сразу 4 протеза. Живодеры отрубили дворняжки из Краснодара лапы. Новосибирские ветеринары спасли Монику. Они установили ей бионические импланты. Их распечатали на 3D принтере. Деньги на сложную операцию собрали неравнодушные люди со всей страны. Екатерина Карпенко узнала, как прошла операция и как себя сейчас чувствует Моника. Пойдем, пойдем. Это сейчас Моника потихоньку ковыляет на протезах. А еще прошлой зимой ее истощенную, изнеможденную нашла случайная прохожая. Она слышала стоны, а когда увидела полную картину, пришла в ужас. Живодеры отрубили собаки все 4 лапы и просто бросили умирать. Она привезла ее в ветклинику, потом передала зоозащитникам. Но местные ветеринары лишь развели руками, обработали раны и предложили усыпить ее. Зоозащитники с таким приговором не смирились и нашли Новосибирскую клинику. Единственное, которое ставит протезы животным. Правда, только кошкам. Но местные врачи решились на эксперимент. Не нормальная анатомия, очень кривые лапки, потому что кто-то там в роду у нее был истакс. Очень все непросто, но давайте попробуем. Мы разработали импланты, я их отрисовал, потом мы их напечатали. И на операции выяснилось, что импланты не подходят. Они больше, чем кость. Это и все. На этом мы закончили операцию, то есть только сделали один протез. Оказалось, хирургов подвела неправильно сделанная томография. Отсюда и неудача. Волонтеры настояли на еще одной попытке. В итоге изготовили новые протезы точь в точь под размер костей. 14 дней назад мы сделали операцию по имплантации трех лап. Передних и двух задних. Операция такая длительная была, около трех с половиной, где-то четыре часа с подготовкой. И все закончилось хорошо, к счастью. Сейчас она даже может двигаться, бегать с кабинета в кабинет. Она, собственно, заживает, Моника их лижет, они просто чешутся, там швы еще. Соответственно, это внешняя же протеза, они снимаются, заменяем это на передние лапки, это на задние лапки. Полное восстановление замет около двух месяцев. К этому времени боль пройдет, и Моника будет уверенно передвигаться на протезах. В ближайшие четыре недели реабилитация в Новосибирске, потом в Лондон. Дворняжку забирает хозяйка британского приюта для животных, пострадавших от жестокости человека. Екатерина Карпенко, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Если вы хотите получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова